МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите новости на телеканале Первый Карагандинский. В студии работает Гульнор Жакен. В начале выпуска коротко о главных событиях дня. В Жанаркинском районе молодого человека сбил автокран. В полиции считают это несчастным случаем. Родственники уверены, молодого человека попросту убили. Почти неделю специалисты департамента экологии расследуют массовую гибель рыб на реке Сарсу. Однако результатов еще нет. Об этом они заявили на встрече с журналистами. Восемь депутатов выбраны в Маслехат Крагандинской области. Три депутата в областной Маслехат и пять в районной Маслехаты. 29 октября в регионе состоялись выборы депутатов вместо выборщиков. В Жанаркинском районе молодой человек умер при странных обстоятельствах. Как стало известно, перед смертью он просил вернуть долг. Полицейские утверждают, что водитель автокрана сбил его по случайности. Однако родственники уверены, молодой человек погиб не случайно. Они боятся, что виновники останутся безнаказанными. Все подробности у Мирамгуль Салкибаевой. Родные и близкие Саята Акимова до сих пор не могут поверить в случившееся. Говорят, если бы врачи оказали первую медицинскую помощь, единственный сын и отец двоих детей остался в живых. Однако убитых горем семью беспокоит не это. Родные погибшего уверены, что виновник может уйти от наказания. «Я хочу справедливости. Мне больше ничего не нужно». Родственники Саята рассказывают, что отец двоих детей до гибели работал крановщиком. Однако работодатель долгое время не выплачивал заработную плату. А в тот злополучный день, уверяют родные, когда 30-летний Саят попросил свои положенные деньги, хозяин автокрана намеренно сбил его. Свидетельство тому – ссадины и ушибы на теле погибшего. «Правая сторона вся в ссадинах. Его, предварительно, кажется, избили. По всему телу гематомы. Раны очень глубокие». Окровавленного Саята первыми увидели местные врачи. Однако из Кулапы только проверили давление и на носилках довезли пострадавшего домой. Саят Акимов мучился около четырёх часов. В итоге скончался прямо на руках своей супруги. «У подозреваемого есть знакомые в полиции, поэтому мы боимся, что его опять смогут отпустить на свободу. Но я буду действовать до конца». Между тем, хозяин автокрана, который стал причиной смерти 30-летнего мужчины, вину свою не признаёт. А вот на предварительном судебном заседании попросил не брать под стражу. Однако суд не удовлетворил просьбу подозреваемого и применил меру пресечения арест. 50-летний мужчина из зала суда вчера ночью был доставлен в следственный изолятор. Там он пробудет ровно два месяца. Мирамгуль Салкимбаева, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Шесть членов запрещенной в Казахстане организации «Таблери-Жамаат» задержаны в Карагандинской области. Об этом сообщает пресс-служба областного ДВД. 30 октября в ходе оперативно-розыскных мероприятий оперативными сотрудниками задержаны шестеро жителей региона в возрасте от 22 до 39 лет. По месту их жительства обнаружены и изъяты религиозная литература, оргтехника, флеш-карты и сотовые телефоны. Согласно проведенной экспертизе, исследования в материалах имеются признаки вербовки и подготовки лиц в целях организации длительности религиозной и фермистской организации «Таблери-Жамаат». Трое из задержанных в отворенном изоляторе именного содержания, троим назначено в меры пресечения подписка на невыезде. По данному факту в настоящий момент проводится за судебное расследование по статье 405, часть 2 Уголовного кодекса Республики Казахстан. С 26 октября на месте массовой гибели рыб работали специалисты Департамента экологии, а также областной инспекции лесного хозяйства. 31 октября журналистов пригласили на пресс-конференцию. Однако никаких результатов озвучено не было. Сотрудники Департамента экологии и территориальной инспекции лесного хозяйства животного мира расследуют случай массовой гибели рыб в реке Сарысу в Улытауском районе. Поводом для расследования послужило любительское видео, которое в социальных сетях разместил местный рыбак. По словам сельчан, виной всему предприятие Жалтыр Булак, которое якобы сбрасывает в реку кислоту, использованную при обогащении золотоносных руд. По предварительной информации, эта версия не нашла подтверждения. Булак. 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 А сегодня нужны сорта пшеницы элитного класса. Нужно готовиться к производству востребованной продукции на мировом рынке. То есть необходимо пересмотреть возможности пассивных площадей для кормовых культур и бобовых. В частности, течевицы, которые востребованы на мировых рынках и ценятся на уровне пшеницы. За пять лет запланировано такой показатель, что за пять лет в Казахстане на 2 миллиона гектар будут оптимизированы площади пшеницы. Это не говорит о том, что вал упадет. Почему? Потому что со старшейся 10 миллионов мы должны взять тот объем, который мы получали в прежние годы. Мы это видим, что это реально. Те площади, которые уйдут, скажем, из-под пшеницы, они будут высеваться востребованными культурами, которые востребованы на мировом рынке. В первую очередь, это масличные культуры, это бобовые культуры, это многолетние и однолетние травы, которые нужны для животноводства. 12 аккарт рассматривались на совещании. Это и переработка, и сельхозмашиностроение, и семеноводство, и агрохимия, земельные ресурсы. Разъяснительную работу ведем по всем областям. Собираем сельхозтоваропроизводители, работников сельского хозяйства, скажем, территориальных управлений. Для чего? Это государственная политика ВПК государства. Поэтому надо сказать, что люди должны знать. В первую очередь, что с чем применять, надо поделиться с мнениями, высушить мнения всех, искать, на каком правильном пути мы находимся. Пересматривается и обеспечение субсидиями сельхозпроизводителей. Потребительский подход исключается. Каким быть сельхозпроизводителю покажет время. Но сегодня надо ориентироваться на мировой рынок, не забывая внутренние потребности страны. Сергей Высокосов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. К другим новостям. 29 октября в Карагандинской области состоялись довыборы депутатов в Маслихаты. Выборы проводились в связи с переездом, сменой места жительства и сменой места работы депутатов. Председатель областной избирательной комиссии Ергара Аймаганбетов озвучил итоги прошедших выборов. Довыборы в Маслихаты проводились в шести регионах Карагандинской области. По восьми избирательным округам приняли участие 23 кандидата. Средняя конкуренция на один депутатский мандат составила три человека. На избирательные участки пришли более 50 тысяч человек. Избраны восемь депутатов Маслихата в Карагандинской области. Три депутата в областной Маслихат, пять в районный. Все депутаты имеют высшее образование. Депутатами областного Маслихата стали Серик Утешев, председатель областной ревизионной комиссии, а также... По театральному избирательному округу номер 29 избран Аутенбек Пикзат Кумарович. 73-го года рождения, директор Чизгазганского центра дистанционного обучения и профессиональной ориентации при Казахстанском университете путей сообщения, член партии народа. По Аксу-Аюлинском избирательному округу номер 41 избрана Абитаева Хавар-Раджа Бергеновина. 1975-го года рождения, заместитель директора Центральной районной больницы Шведского района, член партии народа. Всего на проведение довыборов из республиканского бюджета было выделено более 10 миллионов тенге. Из них почти полтора миллиона тенге на предвыборную агитацию кандидатов. Мирамгуль Салкимбаева, Андрей Тен, Жаслан Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. В Национальном центре гигиены труда и профессиональных заболеваний успешно завершился заключительный этап аккредитации – внешне комплексная оценка медицинской деятельности. В центре отмечают, что соответствие требованиям аккредитации является важнейшим показателем качества услуг и безопасности пациентов. Для каждой медицинской организации аккредитация – это официальное признание того, что учреждение имеет все условия для приема и лечения пациентов. С помощью аккредитации государство влияет на качество медицинских услуг и порядок их предоставления. Аккредитация проводится управлением охраны общественного здоровья и департаментом контроля качества медицинской деятельности. Сейчас представители с разных регионов, в основном города Караганды и Астаны проводят у нас экспертизу. Специалисты приехали, эксперты высокого уровня, которые будут оценивать нашу деятельность и соответствие к стандартам аккредитации. Клиника оснащена комплексом современного медицинского оборудования ведущих фирм ближнего и дальнего зарубежья. В отделениях проводится углубленное обследование, диагностика, лечение и медицинская реабилитация, работающих во вредных и опасных условиях производства. Со всем этим познакомились члены экспертной группы. Конечно, институт очень достойный, это учреждение. Здесь работают профессионалы, очень много остепененных, то есть научной степенью сотрудников медицинских кадров. Проводятся научные исследования в направлении выявления, диагностики провозаболевания. Прекрасная медицинская организация, которая единственная в Казахстане. Я горжусь, что в нашей республике есть такой институт, который заботится о здоровье нашего населения трудоспособного. Я думаю, что если работа этого института будет развиваться, будет поставлена и будет увеличиваться поток больных, то мы вообще находимся на правильном направлении. Члены экспертной комиссии убедились, что клиника национального центра по праву занимает ведущие позиции в области диагностики и лечения профессиональных заболеваний. Оказывает специализированную помощь на республиканском уровне в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи профильным больным из всех регионов страны. Андрей Тен, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. Новый взгляд на прокурорский надзор. Так назывался круглый стол, который провели в Центрально-Казахстанской академии. О работе надзорного органа в современных условиях руководители областной прокуратуры рассказали преподавателям и студентам юридических специальностей. В нынешнем году в системе органов прокуратуры Казахстана произошли серьезные изменения. Они связаны прежде всего с внесением изменений в Конституцию. В дальнейшем сферы надзора были закреплены в новом законе о прокуратуре. Он вступил в силу в середине июля текущего года. Выступая перед участниками, руководитель аппарата прокуратуры Карагандинской области Нариман Кирвенов отметил, что сегодня большинство казахстанских вузов обучают студентов, что называется, по старинке. Не обновляется нормативно-правовая база. Отсюда низкий уровень подготовки выпускников. Безусловно, здесь есть и вина правоохранительного блока, который своевременно не посвящает вузы о текущих тенденциях. Не делится обзорами, информационными писемами, статистикой и другой полезной информацией. Полагаю, что это мероприятие будет начало нового прогресса в совместной работе. Тем более, это является одним из требований генерального прокурора. Именно вовлекать вузы в эту работу. С момента прихода нового генерального прокурора система полностью изменилась. Много оптимизировали, упростили, технологизировали процессы, начали по-новому думать. Главная задача современной прокуратуры – обеспечение мощного фильтра между судом и полицией. Сегодня изменения происходят внутри системы прокуратуры. Пересматривается отношение сотрудников к работе. Однако этого недостаточно. По мнению прокуроров, необходимо меняться и полицейским, и судьям. Остро наблюдается противоречие между современными запросами общества и устаревшими методами работы судебных и правоохранительных органов. Их деятельность в прежнем виде не соответствует новым реалиям жизни. В госфере продолжают нарушаться права человека и интересы бизнеса. Несмотря на то, что прокуратура провозгласила себя правозащитным органом, в глазах общества мы по-прежнему остаемся быть таким карательным органом. В этих условиях решать растущие потребности населения в защите их прав и повысить их доверие не представляется возможным. Понимая необходимость изменений, по инициативе генерального прокурора разработана программа системной трансформации. Руководитель аппарата областной прокуратуры подробно остановился на каждом пункте этой программы. По замыслам представителей надзорного органа, это позволит ориентировать прокуратуру на потребности местного сообщества. Иначе говоря, каждый прокурор на своем месте должен знать и успешно решать местные проблемы. Андрей Тен, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Продолжаем выпуск. В организациях, предприятиях, учреждениях Карагандинской области продолжают активно обсуждать вопрос перехода казахского языка на латинскую графику. В качестве организаторов встреч выступают специалисты отделов по развитию языков, а также сотрудники библиотек. Представители библиотеки имени Ауезова встретились с сотрудниками одной из фирм Караганды. Разъяснение перехода казахского языка на латиницу в коллективах предприятий малого и среднего бизнеса – формат новый, но перспективный, заявляют организаторы. У большинства работающих карагандинцев нет времени посещать масштабные городские мероприятия по обсуждению различных изменений. Но и они не должны быть оторваны от общеполитических событий. Перед работниками небольшой компании, занимающейся сервисным обслуживанием оргтехники, выступил специалист областной библиотеки. Целью нашего мероприятия является более обширное объяснение перехода казахской письменности на латинскую графику, также пропаганда, и ознакомить работников, более обширно дать понятие латинской графики, алфавита, и ознакомить с указом, который вышел 27 октября 2017 года, который уже подписан президентом. Переход на латиницу позволит нашей стране еще больше интегрироваться в мировое пространство, а казахстанской молодежи развиваться и самосовершенствоваться. Но не только молодежь всецело поддерживает изменения. Представители старшего поколения также высказываются «за». Ну, мое такое мнение. Я не против. Я вообще не против всего нового, все, что делается у нас в государстве. Потому что, раз это сделано, значит, это можно. Вот. И я считаю, что это будет ближе к пониманию вот этого языка, не только нашего, но и приближенное к европейским языкам. Я считаю, что вот эти буквы должны знать все. И это очень легко. И я считаю, что это совершенно не трудно. На встрече было подчеркнуто, что идея перехода на латиницу в Казахстане – это еще один прогрессивный шаг вперед, подготовка к новому этапу развития. Это правильное решение, которое отвечает национальным интересам нашего государства, отметили участники встречи. Андрей Тенжа, Сулан Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. Дорожная карта занятости в действии. Цех по выпечке хлебобулочных и кондитерских изделий открылся в новом супермаркете «Оптима». Это дополнительные 20 рабочих мест, а для покупателей – вкусная продукция. Открытие пекарни стало возможным при помощи Фонда развития и поддержки предпринимательства «Дому». При входе в новенький супермаркет «Оптима», который открылся 28 октября, вас встречает аромат свежеиспеченного хлеба. И хотя работает пекарня всего несколько дней, жители микрорайона уже приходят за свежим хлебом. Местный хлеб готовится по-домашнему, без всяких добавок. Более ста наименований продукции выпускают пекари супермаркета «Оптима». Каждые 30 минут на прилавках появляется свежая выпечка. Но прилавки моментально пустеют. Самое современное оборудование из Франции, Италии и Тайваня не успевает удовлетворять запросы покупателей. 37 миллионов тенге – стоимость такой пекарни. Предприятию был выдан кредит со ставкой в 16%. 7% – оплачивает безвозмездно государство. Получить кредит под 9% – еще недавно предприниматели посчитали бы это фантастикой. Сегодня, благодаря работе, проводимой фондом «Дому», такие условия кредитования становятся реальностью. На приобретение оборудования был получен кредит в размере 37 миллионов. И часть процентной ставки субсидируется фондом «Дому» согласно программе «Дорожная карта 2020». Это хлебобекарные печи, расстойченные шкафы, тестомесы, раскаточные машины для производства теста. Это очень большой перечень оборудования. Оно сейчас все задействовано, все работает. И уже с пятницы, с субботы мы начали производство хлеба. На сегодняшний день люди уже покупают хлеб, отзывы положительные. Надеюсь, что мы удовлетворим нашего посетителя, клиента. Программа «Дорожная карта занятости 2020» реализуется по трем направлениям. Каждый гражданин страны может принять участие в одном из направлений. Пройти курс обучения, найти работу по специальности, либо открыть и расширить свой бизнес. В супермаркете «Оптима» работает более ста человек. Ассортимент предлагаемого товара – более 30 тысяч наименований. В день он может обслуживать около пяти тысяч человек. Я очень рада, что открылся супермаркет «Оптима». Я вот уже второй раз здесь бываю. Как покупатель меня устраивает здесь абсолютно все. Мне нравится очень здесь выпечка. Выпечка как бы всегда свежая. Все делают очень хорошо. Вот бюзе я, пожалуйста, купила. Свежее бюзе. Булочки очень хорошие. Ассортимент очень большой. Развитие малого и среднего бизнеса – приоритетное направление в развитии экономики страны. И оно дает свои результаты. Сергей Высокосов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Это все, о чем мы успели вам рассказать. Спасибо за внимание. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 420649. И смотрите наши новости на сайте канала. Всего доброго. Амаза Соболмстер. Субтитры подогнал «Симон»